Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои любимые зрители! Ну что ж, вот так теперь мы выглядим. Да, коронавирус внёс во всё изменение. 10 мая мы с сыном ездили на дачу и проезжали по центру Москвы. И очень горько было видеть эти пустынные улицы. 10 мая в 12 часов дня, тёплая погода. Помните, как всегда центр был заполнен людьми, какие были чудесные праздники, как мы собирались, веселились. Это вообще были замечательные дни. Конечно, многие уезжали на дачу, но те, кто оставались в Москве в праздники, ну, все гуляли. А теперь мы едем из совершенно пустынной улицы. Конечно, 80% жителей на самоизоляции. И всё же казалось нам, что коронавирус всё-таки где-то далеко. И вот он уже коснулся нас, он подходит всё ближе и ближе. Вот уже в каждой московской семье есть знакомые или родственники, которые заболели. И вот цифры на сегодняшний день. Печальные цифры. В России выявлено 290 тысяч заболевших, а в Москве цифра приближается к 150 тысячам. Ну, то есть половина от заболевших в стране. Цифра, конечно, очень большая. Но о том, что не всё благополучно, говорит и то, что нам продлили изоляцию до 31 мая. На работу разрешили, несмотря на тяжёлое экономическое положение, выйти только тем, кто работает на больших предприятиях или на стройках. А все остальные должны соблюдать самоизоляцию или работать дистанционно. Неуверенность приносит и различия в статистике заболевших. Например, две недели тому назад на официальном сайте мэра Москвы было написано, что у нас сейчас 2% заболевших от населения Москвы. А это 250-300 тысяч человек. То есть столько, сколько сейчас говорят по стране. То есть вот это вот различие, потом эту цифру сняли, уже стали другие показывать. Но вот это вот различие, разнобой, но вносит какую-то неуверенность. Потому что мне кажется, всё-таки лучше говорить правду. С другой стороны, говорят, это делается специально, чтобы люди не расстраивались, потому что есть мнительные люди, будут расстраиваться. Ну, не знаю, я не знаю, конечно, как кому. Ну, а вы что думаете насчёт этого? А мы с вами приближаемся к месту, которое очень дорого для меня, потому что здесь когда-то на месте сквера, который разбили потом, стоял дом, где жила моя бабушка и где я проводила своё детство. Он находился между Политехническим музеем и напротив Центрального детского мира на Лубянской площади. И теперь, что касается возраста заболевших. Ну, значит, от 18 до 45 лет – 42,5%. От 46 до 65 лет – 33%. Старше 65 – всего 16,3%. И детей – 8,2%. Ну, вот говорили, что молодёжь и средний возраст не болеют. Ну, как видите, больше всего заболевших от 18 до 45 лет. И если по официальной статистике, то Россия сейчас находится на втором месте по заболеваемости после США. Ещё раз напомню, что у нас 290 тысяч заболевших. В Италии на сегодняшний день 225 тысяч заболевших. В Великобритании – 243 тысячи. В Испании – 230 тысяч. В Китае – 8,4 тысячи. В США – 1,475 миллиона. Ну, если брать по процентному отношению к численности, то в США окажется всего 1,8%. Ой, в России – 1,8%. В США – 27,2%. В Китае – 0,39%. В Испании – 59%. В Великобритании – 51%. И в Италии – около 32%. Сегодня услышала, что в Греции открылись пляжи и очень обрадовалась за них. Потому что это так здорово ощутить вот эту свободу. Никогда раньше не задумывалась над этим. А у нас парикмахерские кафе откроются очень нескоро, в самую последнюю очередь. Это, я думаю, будет где-то к середине лета. Ну, а нам, как женщинам, конечно, хочется, чтобы открылась парикмахерская. Вообще, честно говоря, я так скучаю по магазинчикам. Ну, просто очень скучаю. Потому что в продовольственные магазины мы стараемся ходить как можно меньше. Для поездки по Москве необходимо нам оформить пропуск не больше двух в неделю. И когда мы ехали на дачу, мы оформили каждый из нас по два пропуска. Один пропуск на один день. Ну, а это карта заболеваемости коронавирусом в России. А вот это вот график заболеваемости коронавирусом по всему миру. Вот и наступило время прощаться. Мы подъезжаем к нашей даче. Я вам желаю всего самого хорошего. Берегите себя. Самое главное – здоровья, здоровья, здоровья. Впереди так много интересного. Дорогие друзья, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok